всем привет добро пожаловать на канал сегодня как вы видите в необычной обстановке сегодня покажу вам как приготовить оленину если вам нравится видео ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал вперед ну что же тем кто смотрел предыдущие серии помню то что две недели назад или три недели назад мы ходили на охоту и поймали одного оленина каждый раз когда я начинаю резать что-то у меня оказывается тупой ножик тоже никто в этом доме точно ускорим немножко процесс как я говорил мы ходили на охоту поймали оленя в самом видео мы не показывали как мы разделывали оленя и в этом видео тоже не буду показывать как мы его разделаем может как-нибудь в следующий раз у нас будут на следующей охоте через год покажем как разделывать оленя на природе какие части использовать какое мясо хорошее какое мясо не стоит использовать целом мы используем практически все мясо сейчас это у меня одна из задних ног долине я ее разрезаю на кубики стараюсь делать примерно одинаковые кубики величина где-то в три сантиметра и да я умею так быстро резать на самом деле я все-таки немножко волшебник и поэтому можно сидеть об как она вся врагу пойдет мясо лук картошка примерно один к одному с мясом морковочка готова так а я использую для готовки скороварку от фирмы instant pot так видит ее панель управления я использую в целом только две опции это сатэ для обжарки и мануал все остальные опции это просто это просто присыпи все что изменяется это время готов сбрасываем мясо в кастрюльку в миску такая миска и хорошо перемешиваем наша цель обжарить мясо со всех сторон равномерно позволит нам во время тушения сохранить соки внутри мяса также хорошее возможно чтобы все приправить сухой чеснок черный молотый перец также монреаль стейк приправа у нас продается в любом магазине это смесь разных приправ сейчас я вам покажу как она выглядит сзади вам покажу сзади я не знаю но я покажу вам как она выглядит и спереди продолжаем хорошо тщательно перемешивать чтобы все хорошо хорошо поджарилось когда все мясо поджарилось хорошо выглядит примерно так вытаскиваем его из мисочки которые мы готовим перекладываем в какую-нибудь другую посудину потому что сейчас в миске мы будем жарить лук и овеси перед тем как начать тушить и так возвращаем мисочку обратно за instant pot добавляем сливочного масла примерно 2 чайные ложки и даем ему растопиться ну или хотя бы частично растопиться пока масса раскапливается это хорошее возможно чтобы скрести все приправы которые осели на дно и прилипли к дну вот так вот не советую использовать металлические ложки и вилки и самая лучшая конечно диригантная ложечка такая и лопатка по одной простой причине не царапает миску миска сама сделана из нержавейки очень хорошая мисочка очень удобная и чтобы не царапать не используем деревянную ложечку а когда масло когда масло практически остопилось добавляем туда лучок что же я руки пихаю это в камеру так добавили лучок хорошо перемешиваем продолжаем соскребать прилипшую приправу и прилипшие вещи со дна лучок сейчас начнет обжариваться и даст немного воды и это поможет нам очистить луч неискладку всего прибившего к нему лучок уже практически готов и добавляем морковочку как вы помните морковичку тоже порезали кубиками если вам нравится больше более большие куски можете нарежать более крупно продолжаем все поджаривать и перемешивать у меня практически готово все ложки прилипшие все так сейчас мы будем заливать бульон принцип по которому работает скороварка она создает высокое давление из жидкости которая кипятит жидкость паром создает давление очень высокое что позволяет дойти до более высокой температуры и ускоряет процесс готовки добавляю туда 4 стакана бульона бульон я не готовлю сам я покупаю бульон самый дешевый придает очень много вкуса блюда и добавляю пол стакана вина красное вино обычно у меня самодельное мне кто-то подарил я использую его возвращаем мясо в миску аккуратно чтобы кусочки не падали никуда мясо ценное мы потратили целый день на то чтобы поймать этого оленя олень прожил хорошую жизнь на природе не мучился в стойлах как некоторые коровы вернули отрамбовали все хорошо и засыпали сверху или засыпали сверху засыпали сверху засыпали сверху картошечку как видите я предварительно конечно слил воду вода не нужна вся жидкость которая у нас есть где-то от бульона приятки на мясо закрываем слышно этот звук значит крышка закрыта переводим клапан в состояние закрытое на этой модели есть три состояния крайние два это открыто и посредине это закрыто и убеждаемся то что индикатор давления в низшем состоянии включаем готовку кнопкой manual доставляем длительность по направлению 50 минут у вас прошло 7 секунд а у нас прошло целых 49 секунд осталось 1 минута часы которые показывают они считают от 50 до 1 а когда приходит к 1 минуту перестает нагревательная жидкость и начинает понемножку охлаждаться и выпускать пар мы дадим минут 10-15 чтобы оно выпустило пар в закрытом состоянии и вот прошло опять 10 минут мы используем клапан очень аккуратно когда вы откроете клапан пойдет горячий пар вверх так что старайтесь со стороны его использовать после нескольких минут то что давление падает и выходит в пар давление сравняется с атмосферным индикатор упадет вниз и это означает то что можно открывать кастрюльку ах какие запахи раздают всему дому если вы дома не один тут же к вам прибегает вся семья и спрашивают что же вы такое готовите к сожалению камера не передает конечно же запахи но вы можете только представить у меня уже свин текут перемешаем немного как вы видите немножко много жидкости и очень жидко получилось для того чтобы жидкость была не такая жидкая включим опять опцию сотей для обжарки и используем корнфлор это кукурудная мука для того чтобы будем использовать как крахмал добавляем 2 чайные ложки крахмала и 2 чайные ложки воды и тщательно перемешиваем когда вы начинаете перемешивать вам кажется потому что это очень твердо не поддающаяся субстанция если вы продолжаете перемешивать и не сдаетесь как вы видите я делаю это на экране то у вас получится на каком-то этапе жиденькая мягенькая субстанция однородная продолжайте помешать пока не будет однородной субстанцией не стоит добавлять слишком мало крахмала Вить перемешал и все получилось однородной субстанцией которую мы сейчас вольем в нашу рагу и в очередной раз все перемешаем важно очень тщательно перемешать и оставим на пару минут чтобы все хорошо закипляло вот это сильно бурлит и кипит все что нам осталось это переложить к посудам для подачи на стол и приятного аппетита и с наступающими праздниками вас увидимся в следующем видео до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...